Ас-саламу алейкум, уважаемые телезрители! В новом эфире онлайн-студия «Час экономики» и мы сегодня будем говорить о празднике Урбан-Байрам и о ее социальном значении, о ее каноническом значении, о том, как она будет проходить у нас в городе Махачкале. И сегодня у нас в гостях Курбан-Дибиру Мухаммад Исубович, заместитель имама центральной мечети, он же ответственный за проведение праздника Урбан-Байрам, а конкретно за организацию площадок и жертвоприношений по городу Махачкала. Ас-саламу алейкум, уважаемые телезрители! Я думаю, хотя у нас передача чисто экономическая, все-таки канонические основы не трогать не получится, потому что и экономика, и ибадат, все это в рамках ислама для мусульмана, и экономика тоже нам идет за счет ибадата, если ее мы делаем правильно, как нам, алимы, вы говорите. Вот канонические основы хотелось бы, чтобы чуть-чуть коротко людям объяснили. Да, конечно, жизнь самого человека, как мусульманин, верующий, неверующий человек, особенно в исламе, экономической составляющей, для мусульманин это очень важно. И для повышения этого образа или состояния жизни самого мусульманина и раба, его Всевышний Аллах, и как раз таки, наверное, такими праздниками, как Звездное Проношение, и радует, и повышает уровень социального состояния самих рабов за счет таких праздников. И здесь тоже большая благодарность и шукру Всевышнему Аллаху, что Аллаху Таала сделал Курбан Байрам именно таким праздником, который связан одним из таких самых нужных на столе для мусульманин, как Саиду Туам, как господин или царь всех приправ, это как мясо. И еще, что очень важно знать, что мясо Курбана, жертвенного животного, оно должно быть как садака или подарок, подаренное или кому-то вручить, именно в сыром виде, но не в вареном виде. То есть вареном виде ее не дали? Нежелательно. А в вареном виде показано Башариату, чтобы дали опека, когда рождается ребенок. Интересный момент тоже есть. Почему так Курбан праздник? Потому что пускай мискин-факир или кто получил кусок мяса или часть жертвенного животного, это его право сварить его или пожарить его, или как он хочет. Это его право, когда прав у рабов больше, это должно дать им повречение социального составляющего. То есть у него выбор остается. Он захочет пожарить его, захочет его так покушать, как говорится, сварить, попарить или как-то. Разные моменты есть. Видимо, в этом тоже есть мудрость, от Всевышнего, как и во всем, и в запретах, и в всех фарзах, которые мы делаем. Вот, Мухаммад Хаджи, может быть, мы начнем, слегка опишем, какие животные предпочтительные и как к этому правильно подойти к выбору. Вот, в принципе, уже осталось-то несколько дней. В первую очередь, самым ценным животным для животоперенещения является, конечно, овец, годовалый баран. Мы исходим из условий республики, так? Так, имеется в виду, для мусульманина, для мусульманина, чем даже объединенно, например, семь лиц в одном крупнорогатом скоте, например, верблюд, коровы, буйвол, потом лошадь, чем семь человек объединить в одном крупнорогатом скоте, отдельные семь лиц, отдельные семь баранов, это более воздаваемо в исламе. Потому что там подчеркивается индивидуальность каждого, в каждом индивидуальном животном, закалываемый живот, имеется в виду. Поэтому здесь предпочтение этому дается. И вдобавок, чем одна, например, не только мясо, чем одна шкура, например, коровы, семь отдельных шкур, например. И площадью больше. Это тоже превосходство. То есть экономика своя. Да, вот это тоже социальная сфера, там в каждом элементе, в Курбане, она рассматривается и воздается, соответственно. Здесь мы, когда говорим о социальной сфере, не только повышение, увеличение уровня пропитания, увеличивается именно в мясе, пускай будет, но и там есть другая, более важная сторона, воздаяние от Всевышнего Аллаха. Согласно хадису пророка Алисалам, который передает имам Тирмидзи, что самым наилюбимым деянием от раба в день жертвоперенешения для Всевышнего Аллаха это закалывание животного. Самое любимое деяние для Аллаха. Раз оно, то есть закалывание животного, является самым наилюбимым деянием для Всевышнего Аллаха от нас, от рабов, получается вот... Каждый для себя отдельно режет тоже. Да, ну эти моменты и есть, и воздаяние, наверное, здесь будет превосходить, чем любые другие социальные сферы. Во многих вещах я своей мудрости. Вот когда мы говорим во время Курбан-Байрама, сейчас мы как-то ближе к экономике подойдем, наверное, купли, продажи, цена поднимают, опускают, вот такие моменты, которые часто наши люди... Вот бывают спорные ситуации, вот там продавцы поднимают цены, как бы... Здесь как, вот, ислам на это как смотрит? Вот для продавца что желательно, для покупателя что желательно. Это тоже, как бы, вопрос купли-продажи, это вопрос социальных отношений людей и общества, как бы... Здесь, конечно, в шариате рассматриваются обе стороны. Создавна продавца, как хозяина овец, жертвенного животного, и покупатель. И, конечно, третья сторона, это цена. В достоверном хадисе говорится, что... Что состоявшаяся считается та сделка, которая обе стороны довольны этой сделкой, то есть продажей продавец и покупкой покупатель. И цена соответствующая, что они оба довольны. То есть, это есть основа удовольствия обеих сторон. То есть, количественных ограничений там нет? Нет. Например, покупатель, покупатель, состоятельный человек, для него более воздаваемо и многократно увеличение воздаяния возле Аллаха будет, если он чем больше, чем дорого купит, то есть, каждая кошелька... Чем больше заплатит, ему воздаяние больше. Да. То есть, самый ценный курбан, жертвенный, это самое дорогое, купленное животное, это самое ценное. Поэтому состоятельный человек, у нас таких, аль-хамду-ля, много есть, он пускай не скупится в цене. Покупатель, это сторона покупателя, продавец видит, что подходит человек, что это состоятельный человек, что 500 рублей, 1000 рублей, особо не нужно с ним мелочиться. Пускай скажет соответствующий человеку, что он хочет, он желает. И пускай не скупится, пускай скажет, что не цену, поскольку ему это воздаяние увеличивается. Но если продавец видит, что подходит, особо не сястает, но он рвется, желание такое вот порезать, жертвенное животное, но он вытаскивает деньги, видит продавец, что у него не хватает, с натяжки покупает, вот этому человеку, пускай продавец уступает. То есть в конечном итоге он, все, что ему, как говорится, суждено от своего ученика, тот день он получит в уручку и прибыль, иншаллах. Ну вот здесь, если мы подойдем от основной темы нашей передачи, социальная сфера, вот здесь, это один день в году для хозяев этих овец. Неужели в этот один день в году им, то есть хозяевам овец или чабанам, нельзя радоваться, чтобы у них была прибыль. Ведь это, пускай будут, они тоже мусульмане, они тоже люди смотрят и в жару, и в холод, и зимой, везде, вот ночью, днем, ведь это живое существо, это овец, это нужное для курбана. И они трудятся вокруг этого животного, чтобы ты выбрал себе самый лучший выбор в животном. Это их заслуга, это надо оценить. Мухаммад, есть вопрос, достаточно интересный, на мой взгляд. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Можно ли резать курбан от засватанной невесты? Запрета нету, можно, поскольку намерение, за кого сделают при закалывании жертвенного животного, на то лицо оно и будет считаться возле Аллаха. Запрета нету, но так вот, именно там, обеззоловки, чтобы мы такое обычаю поставили в Дагестане, что надо именно, вот если невеста и засватанная, что за него надо, надавности нету, обеззоловки нету. Ведь сам праздник, для улучшения отношений он может такое делать. Пускай будет, но требовать, чтобы за них резали, чтобы ждали, а почему-то не резали, чтобы АИБ делать, если кто-то не... Ну, это как у некоторых людей было привычка на 8 марта, цветы не принесли, не надо ждать, так понимаю? Вот до этого не нужно доводить. Понял. Давайте мы вернемся как бы в русло нашего разговора и к прямым вашим обязанностям на эти дни, вот как у нас идет организация площадок в городе, в каких местах есть, какие как бы возможности. Как и в прошлые годы, мы встретили в Дагестан совместно с администрацией города Махачкалы выдалили две площадки для всех услуг в полной мере осуществить правильное шариатское закалывание жертвенного животного. Это район Киргу. В прошлом году эти люди знают. Там есть у нас телефоны тоже, у нас реклама, реклама вот они есть, там есть номер. В принципе, телефон мы здесь тоже можно озвучить, это же во благо для людей. Ипподром. И площадка ипподром. Мы же не коммерческую структуру рекламируем, это для них нужная вещь. Конечно, мы скажем тоже номера, чтобы обращались. Есть готовые загоны, больше, чем в прошлом году. Мы для хозяев овец и более комфортно сделали эти загоны. Больше места для обделки шкуры, больше места для закалывания животного. И в обеих точках и освещение горсеть в городе Махачкалы помогает, и воду проводит город, канал, ипподром, и в других местах. гигиенические моменты, что вывоз мусора у нас в полной мере будет осуществляться. И остатки, что мы никак не можем людям, чтобы предложить, как, например, остатки, что надо их захоронить, то администрация уже это на себя берет, чтобы на краю города, за городом, чтобы их тоже остатки внутренности, которые бывают, чтобы летнее жаркое время, чтобы не воняло нигде, не за городом. Тут же вопрос гигиены и чистоты. Да, ну, там будут 0,3 пожарные службы и дороги, которые контролируются близко этим площадкам ГАИ по городу Махачкала, и, конечно, и ветеринарная служба по городу Махачкала, и врачи, которые будут присутствовать на этом месте. Для всех, кто приходит, там будет организовано бесплатное питание. для всех, кто и рабочим, и волонтером, и резчиком, и самим хозяев Аветшабана, они этот самый великий праздник, первый день Курбана, и последующие три дня Аямутошида... То есть, не считая, что они на работе, они все равно праздник почувствуют? Ну, это праздник, и я здесь хочу заметить, что это на таком уровне, это как-то вот предложение, как-то вот или вот дал, например, наш Муфти Республик, Дейстан Ахмин Хаджи, чтобы он накормил всех, это его вот щедрая рука, можно сказать, и многие годы, когда вот люди знают, когда мы возле центральной мечети проводили, вот, Муфти Республик Дейстан Ахмин Хаджи Абдуллаев, он хотел, в общем, искал место, как раз вышли и место в Араунг-Киргу, выше, чуть по дороге, по... сторону Леникента, Да, и первые два года там делали, потом не хватило это места, потом и администрация города предоставила вот это площадке подрома. То, что места не хватило, это тоже хороший признак, значит, людей стало больше, которым это нужно. Это, конечно, есть, иншаллах, в следующие годы мы еще усилим, и еще прогрессироваться эта работа будет, иншаллах. Вообще, приятно, конечно, когда и Муфтиат, и администрация города находят общий язык, и как-то совместно такие работы делают. это в принципе и заботиться о гражданах, наверное, это и обходят обязанности администрации города. Тут такой вопрос поступил. Асаламу алейкум, алейкум асалам. Желание есть, купить барана на Курбан, а возможности финансовых нет. То есть человек обязан в такой ситуации купить, или есть какие-то несабы, которые человек обязан это резать, или какие-то моменты. Если мы с точки зрения ислама, шариата подойдем к этому моменту, то по мазаб имаму шафии это принесение в жертву закалывания животного, это является настоятельной суммой, это не фарс, это не обязательное. Очень желательно. Очень желательно. Но раз у человека есть намерение, и на мальам аль-бин-ияд все воздается смотря на намерение, за такое искреннее намерение Аллаху Таала даст ему воздаяние, которое у него есть в сердце. Но по имаму Абу-Ханифу для них у кого есть достаток на сутки дома для семьи, для себя, то он обязан. Для него вадьб, не фарс, вадьб. Вадьб это означает, который вынесено решение имаму Абу-Ханифа взяты из Курана и Хадисов. Очень важная вещь получилась. Да. Мы что можем? Мы можем дуа сдал, чтобы этому брату Всевышний дал и возможность, и другим многим братьям и сестрам, которых нет возможности, чтобы Всевышний дал такую возможность, хотя бы к следующему Курбану еще иншаллах, наверное, и дал жизнь. Еще вопрос, можно ли резать Курбан одного барана от себя и также от своей семьи в одном намерении. тоже такой. Вот здесь, наверное, правильнее будет нашему брату, чтобы он определил в семье одного человека, за одного человека режется одно жертвенное животное, но в воздаянии вся семья получит, как будто бы все... То есть если баран или мелкая коза, баран, овца, то за одного человека индивидуально. Индивидуально намерение только за одного, а воздаяние все получат однозначно. То есть внутри семьи одного держит, сунуть, как будто вся семья по отдельности каждая душа в семье, как будто бы она получила воздаяние, но надо одного человека определить в одном... Намерение конкретно человека фиксировать надо. Еще здесь идет у нас Ассалам Аллаху Обязательный Валлаху Салам Лезет Хурбан за беременную жену. Некоторые люди так считают. Как за самого человека, взрослого, совершеннолетнего человека, как жену самой, да. А то, что она беременна, не беременна, это не принципиально. За нерадимшегося человека, хотя человек существует, живет в утробе матери, этот человек еще не пришел в этот мир. И раз не пришел в этот мир, за него никакие желательные, никакие обязательные ритуалы в исламе нет. Поэтому, чем резать за ребенка, еще не родившегося в утробе матери, лучше за саму мать. Относительно этого ребенка за него лучше резать. А если за него когда-то резали, животное, тогда за того, кого не резали. То есть, если совершенный летний человек, за кого не резали, лучше выбраться за такого человека, независимо от того, что жена беременна или не беременна, это не принципиально важно. это, скорее всего, такого рода. А дат в Дагестане, если был вопрос насчет невесты, то же самое здесь тоже. Так поднимают вопрос, мол, как это, оставить беременную жену или что-то, невесту, за нее не резать. Это просто люди обычно так подняли, так высоко, что это необязательно в исламе. То есть, предпочтение надо давать тому человеку, совершеннолетним, за кого не резали, это будет правильнее и важнее. А в принципе, здесь проблемы нет. Тут благодарят нас за ответы. Еще один вопрос зададим, и потом, наверное, попробуем пойти на рекламную паузу. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Муж отдал деньги знакомым, чтобы те порезали, но сам не принимал участие в нашей семье, принесли 2 килограмма мяса, остальное раздали. Можно ли так? Можно, поскольку полномочивание есть, у полномочивания лицо, и полномочивание лицо, если сам, сам будет закалывать, если нет другого человека, кто более профессиональный в этом деле, он будет этот ритуал закалывания делать, но за того, кого намерение будет, тому и это к Орбан пойдет. Чистота вот в местных мечетях, там, тут, внутри города будут какие-то места, или как-то все-таки будет организована в одном месте, ну, в двух местах, как вы сказали, площадка. Вот эти две площадки, которые мы озвучили, район Кирго и ипподром, как раз так для того, чтобы внутри города в массовом количестве, и чтобы закалывание животного полностью оставить. И есть такое поручение всем имамам города, чтобы ни в одной мечети в городе, ни в этих больших мечетях, ни в квартальных мечетях, нигде, ни в одном месте, чтобы не давали площадок, поскольку это нарушает нормы ислама по поводу чистоты. Чистота это от веры. И этим как раз таки мы должны показать чистоту и красоту ислама именно в праздничные дни, когда мы нарушаем чистоту праздничных дни, какой это праздник тогда. Поэтому никаких мечетях, и я здесь обращаюсь к хозяевам овец, чтобы никакие через связи к имамам, чтобы допустил их машину, их овец, одну машину там просят, мало ли что. Чтобы отказами имамаму тоже неудобные паладения не ставят, пускай лучше сразу не обращаются. для этого и сегодня как раз таки мы с заместителем Офсер-Республики Дагестан Хмельяш Кахаевым и всеми имамами города посетили обе участка, они довольны, они рады. И своим... То есть такая неофициальная комиссия посчитала все, что нужно на площадках организованной? Нужды, чтобы внутри города лежать. И том числе площади, площади загонов, все хватает. Все там есть на высшем уровне и мы исключили моменты даже вот эти дни, близ этих праздничных дней поездные посты тоже не допустят внутрь города, чтобы заехали большегрузные транспорты со скотом. Это сказано и все структуры города это знают и поддерживают и рады этому. Ну на самом деле это и нехорошо, потому что и коммуникации, которые есть в городе, все это на такие вещи не рассчитаны, чтобы туда попадали все такие вещи. Но раньше, наверное, из-за неимения таких площадок может быть как-то на этом закрывали глаза. Уважаемые телезрители, учитывая то, что говорит Мухаммад Ажи, вы заранее, значит, кому нужно, обращайтесь на площадки, занимайте свои места на площадках и, как говорится, удачной вам всем торговлей. Ну, все равно, наверное, мы будем походу и вопросы задавать. Значит, правильно ли, если человек покупает по дешевой цене, чтобы на Курбан-Байрам продать дороже? Ну, это своего рода любой подход к бизнесу, к товару, как раз таки и социальная сфера у этого человека, который покупает в любом другом месте любой товар и переходит на другой участок, на другой рынок и продает за себе пользу, то есть, свою пользу с другой наценкой, потому что этот человек израсходовал свое время, израсходовал бензин, транспорт, это все его расходы, он хозяин этого товара и его право ставить ту или иную высшую или низкую цену этому жертвенному животному, поскольку это он хозяин и по жарету ни один имам, ни один человек не в праве обвинить хозяина овец в том, что он ставит ту или иную цену за это жертвенное животное, это его право, он хозяин. Ну, имамы обычно рекомендуют, как вот вы вначале сказали, как-то учитывать социальный подход к этому делу, так? Какой заработок считается достаточным, чтобы резать хурбан? Потому что многие считают, что их заработок слишком мал, чтобы резать хурбан. Если наличие у него дома есть состояние обеспеченность на сутки, семья, он могут поесть, одеть, есть у них запас еды на сутки, им это желательно, по имаму шафия, а по ханафинскому мазабу это уже ладжи для этого такой большой заработок иметь не нужно. Если деньги купит баран, если на завтра кушат, что у нас, как говорится, на сутки, в принципе, это очень желательно для него. Это тоже милость по отношению к нашей мазабе, что это суннат, это настоятельная сунна, это не обязаловка, но поскольку мы избранной умом любое деяние, соответствующее это действие пророка, высказывание пророка это и есть сунна, это и есть желательная сторона нашего поклонения. Вот еще вопрос у нас здесь. В чем отличие от хурбана? Хурбан это самый великий праздник, это идет к нам с самого пророка Ибрагима что он по велению Аллаха был испытание для пророка Ибрагима, что он дал слово обет и даже если бы родиться сын, сына тоже принес жертву и это полное подчинение и без никаких отговорок и это было как-то священным Аллахом по Корану и Хадисе это сказано, что Исмаил отдал жизнь и принесли Израиля барана что из купления от Исмаил его обещание тоже выполнил оттуда оно идет А ха-кик это то, что желательно от отца новорожденного ребенка правильнее будет за мальчика две пригодных жертвенного животного как овец годовалого если коза двухгодовалого а если дочка родилась за него одно вот с рождения даже Всевышний Аллах дает больше значимости сыну даже желательно два за сына и когда Ильс наследство получает сын тоже он двойбольше чем дочку сестру получает одну треть сестра получает две треть брата получает это не наша заслуга Аллах требует от нас тут еще вопросов вопросов много давайте еще у меня свои есть вопросы в конце концов извиняюсь уважаемые телезрители вот социальный аспект все-таки я хотел еще такой момент когда мы раздаем мясо когда к сожалению вот мы это когда мы видим мы сами как говорится худо бедно одеты обеспечены кушать тоже есть и мясо тоже мы кушаем достаточно регулярно к сожалению в республике есть люди которым на самом деле как говорится только на хурбан барьям и мясо попадает вот это тоже мне кажется очень большой социальный момент здесь есть как для этого конечно есть и состоятельные братья мусульмане аль мусульму ахуль мусульм хадифи сказано аль мусульму и хуа есть мусульманин брат мусульманину по вере имеется ввиду и должны помогать друг другу именно вот в этой жизни и социальной сфере богатый человек это урбан праздник для него это как сказать это большой шанс огромнейший шанс от священного Аллаха проявить свою шедрость в пользу бедных я имею ввиду соседей я имею ввиду родственников я имею ввиду коллег друзей кого он знает пускай проявит свою шедрость ведь шедрость вот гордиться харам нельзя гордиться это большой тяжкий грех но высокомерие это чуть-чуть так вот разница между гордостью и высокомерием в шариате есть поэтому гордость нигде не допустима а высокомерие есть где допущено высокомерие восхваляется я закончу именно в проявлении шедрости в садака для богатого человека мол что я мелочиться что ли буду давай я как положено как мужчина буду расходовать свое имущество по мере возможностей того что мне всевышний будет дал да богатый человек он может себе позволить одно две или более этих голов овец принести в жертву в пользу своей семье да но он видит сосед мусульманин или там муж умер а мать одиночку воспитывает там вдова вот этим людям просто купить отнести домой или же залезать заколоть животное и отнести и мясо это наверное будет это день самым лучшим подходом это как воздействие вот сейчас когда вы перечислили этих людей у меня такая мысль пришла не знаю насколько правильно насколько было бы хорошо допустим вот сосед есть который неимущая семья а тут есть сосед состоятельный купить живого барана и подарить им чтобы они курбан могли бы принести отцу это как считается вот здесь я бы сказал это тоже достойно но лучше было бы знаете как для полного счастья вот мать воспитывает двоих троих детей да ты предоставил ей животное но ее же надо же резать это большой труд она должна просить другого мужчину другого человека если у нее если у нее братья за них делать намерение и резать готов и отнести тушу домой поэтому я просто хотел как будет правильно то что мысль мне пришла это же не значит что она самая правильная скорее всего она часто бывает неправильная к сожалению и вот значит тут вопрос такой кому желательно отдавать Курбан моя мама всегда ищет для этого религиозных людей и тут же у меня вопрос в каких пропорциях желательно ее раздавать в каждом желательном Курбане бывает обязательная доля то есть минимум 2-3 килограмма можно и увеличить которая эта доля должна была быть должна быть отдана мусульманину как вот здесь определили это обозначили религиозность и в этом плане вот этих имене этих обеих площадках есть прием мяса для муталимов для мадраса именно муталимы в наше время это будущие алимы будущие имамы будущие носители религии которые до наших сыновей внуков дочерей будут доносить слово свыше от Всевышнего Аллаха Ислам как раз так если мы сегодня поддержим этих муталимов получается мы поддерживаем всю религию Ислам я бы сказал однозначно уверенно от себя и за этот ответ я никак не могу постесняться чтобы давали именно муталимам именно этих обеих площадках мы вызвали хотя у них каникулы сейчас до конца хаджа мы их вызвали чтобы именно муталимы принимали у людей мясо потому что судный день они как волонтеры помогают но прием мяса осуществляют только муталимы студенты исламских вузов для того чтобы хозяева которые зарезали животных чтобы они самое большее воздействие получили чем другим мескин фахерам давать вот здесь я конечно чуть-чуть скажу мескин тоже это надо помогать но если само себя спросить куда бы ты отдал мясо я конечно муталимам отдал бы в этом месте и больше воздействия пропорции я сказал в каждом желательном курбане есть обязательная доля которая должна быть отдана в пользу бедных или религиозным людям это есть минимум 3-5 килограммов спасибо тут все-таки передача экономическая идут экономический вопрос можно ли брать в долг барашку имеется ввиду на курбан барян если он знает что этот его долг никак не затруднится вернуть хозяину долга долга то есть то конечно это лучше и это будет достойным поступком потому что мы сегодня не только для курбана идем в долги лезем в долги да но мы на многое другое тоже себе долг позволяем нужный ненужный а здесь где самый великий праздник урбан где другие моменты из жизни нашей то есть когда человек покупает айфон он особо не спрашивает можно ли взять я бы я это не смог сказать я экономикой обязан заниматься скажите пожалуйста если не делал акиха можно ли резать курбан если у кого нет возможности отдельно курбан резать и другую овцу в качестве акиха резать то в этом случае согласно высказыванию одного из великих ученых нашим имама шафия мазхаби что можно объединить оба в курбане и акиха и курбан в одном животном у кого нет возможности ему это допустимо желательно желательно более воздаваемо будет отдельно а если человек на самом деле нету и не знает будет ли у него возможности в дальнейшем его жизни чтобы он отдельно приносит жертву и акиха и курбан тогда ему объединить в одном и он воздействие за обеих получит тут еще интересные вопросы если муж не хочет резать курбан а жена имеет собственный заработок является ли для нее сын по резать курбан то есть муж может запретить свои средства ей не может это ее собственность это ее имущество она имеет полное право принести жертву за себя или за кого она захочет за свои средства потому что муж не имеет права претендовать на средства собственности жены то есть она даже не обязана не затратить на семью если есть мужа я бы сказал и мужу не нужно запрещать зачем ему запрещать на самом деле логичный вопрос конечно ничего дойдет до мужа а неверующим но бедным можно давать долю от курбана после того как мы отдали кусок обязательный кусок мяса мискин мусульманину остальная часть уже она является твоей собственностью ты можешь как подарок богатому соседу дать богатому родственнику дать и немусульманину тоже можешь отдать потому что ты уже обязательную долю от желательного курбана отдал мусульманину ты свой долг перед Аллахом выполнил остальное уже на твое рассмотрение на твое усмотрение это из жизни пророка такой момент тоже есть после того как пророк сам собственноручно произвел это принятие и отдал кусок мяса обязательную долю из курбана мискин и у нас есть примеры из жизни пророка такое есть но здесь повторяюсь после того как мы отдали обязательную долю из желательного курбана тут еще один вопрос я за новорожденного больного сына за свой заработок резал одного барана потом он умер должна ли резать второго барана так как за мальчика режут два барана то есть принцип запрета нету можно поскольку ответ тоже есть за них можно воздание соответствующий покой не получит вот мы уже потихоньку финишу двигаемся много вопросов я специально оставлял наконец какого числа в принципе духовное управление уже объявило по-моему и официальные власти республики праздничный день тоже объявил и может как раз обозначить и поздравить наших братьев мусульман конечно в этом году у нас праздничный день выходит на 12 сентября 2016 года и что мы этим великим и самым светлым праздником поздравляем всех мусульман и это 11 числа получать день Арафа это тоже великий день для богослужения для ибадата для раздачи садакам милостей но последующий день 12 числа это уже Курбан будет последующие три дня после Курбана Адаяму Ташлих тоже поститься тоже запрещается харам по нашему мазхабу можно и сам Курбан день и после три дня всего четыре дня можно по нашему мазхабу тоже резать Курбан по другим мазхабу хотя есть определенные запреты по поводу последнего дня но нашим мазхабу допустимо так дочь если отдаст мясо резаного Курбана своим родителям это будет считаться что она отдала обязательно будет то есть здесь ограничения нету родственник брат отец вопрос такой можно ли делать вакиль по телефону можно то есть видимо человек далеко находится наверное не взялся в городах как в Махачкале что такое телефон телефон это то благо тот нирмат который Аллаху Таала вселил мысль одному человеку придумал такой вот аппарат это милость большая и воспользоваться таким моментом исключительных моментах можно и даже иногда нужно чтобы не упустить Курбан ну да тут я так понимаю не во всех городах есть как такое взаимопонимание духовное управление администрации есть ответственные люди вроде вас которых назначили и последний вопрос задам можно ли резать беременные животные имеется ввиду на Курбан у нас по нашему особу оно не может быть оно непригодное потому что это ведет к чему ведет к тому что на одно будущее ягнюка мало становится поэтому даже это мудрость это есть но может быть и разногласия в этом вопросе и не знали что она беременна и закололи ее то вопрос другой заветом я знаю недопустимо я на этом вас благодарю независимо от того что у вас очень напряженное время с этими площадками работами что нашли время прийти ответить на наши вопросы желаем вам и всем телезрителям хорошо встретить Урбан Барян достойно ее провести и всем нашим братьям хорошего дня спасибо за внимание саламу алейкум и рахматуллах алейкум и саламу и рахматуллах и рахматуллах